Я попытаюсь рассказать вам историю о том, что при проведении таких процедур, к сожалению, смертельные исходы могут произойти очень легко. Итак, вас я сравню с расой, с открытой хирургией. В этом направлении за последний месяц были некоторые наработки, и мы должны понимать, в каком направлении мы идем. Если, как определить, подходит процедура или нет, у вас с лабоктомией нужно оценить оперативную технику саму по себе, саму методику, просто с точки зрения разумности, насколько она отличается от того, как вы обычно работаете. Затем вы просматриваете всю литературу, и метод, который мы используем для вас, это трехпортовый доступ. И, в принципе, верхний надрез над верхней легочной веной, камерный порт вот в этом месте, и также у нас еще один порт есть. Есть определенный способ проведения верхней лобоктомии справа. Вена, потом ствол, потом бронг, потом задние части, и затем щели. И когда я иду в этой последовательности, это обычно значит, что я сразу вижу, слишком далеко я в паренхимус заходу, или слишком медиально, слишком близко к сердцу. И я могу спокойно обойти все структуры и увидеть, где меня подстерегает опасность. Для меня это работает очень хорошо, с максимальной безопасностью. В начале, конечно, вам нужно быть очень осторожными, но после того, как где-то 100-200 случаев вы уже сделали, вы можете попасть в настоящую беду, потому что вам кажется, что вы все знаете, и вы идете практически вслепую. Смотрите, вена, ствол, бронг, задняя восходящая, и затем щели. Через задний порт я все время доступ осуществляю, и мы об этом писали в World Journal of Surgery. Если сравнить, что мы делаем, особенно, когда мы смотрим на сравнение ВАЦ с открытой хирургией, с РАЦ. ВАЦ я делаю так же, как открытую хирургию. Смотрите, захожу, держу ткани, и дальше провожу диссекцию. Точно так же в случае открытой хирургии. И, конечно, у нас в результате у вас небольшие разрезы. А что касается лимфоузлов, удаление лимфоузлов не зависит от метода, который вы используете. Это зависит от ваших усилий. И это очень важно запомнить. Иногда вы хотите очень большую лимфодиссекцию провести, иногда нет. Но нужно посмотреть на данные. Рандомизированное контролируемое исследование, которое рассматривало лимфодиссекцию, просто забор образца из узлов, никакой разницы. Почему же мы проводим полную лимфодиссекцию, когда мы знаем, что рандомизированное РКИ показало, что нет разницы между полным удалением лимфоузлов и забором образца из лимфоузла. То есть мы всегда должны оценивать, почему мы делаем так, а не иначе. И опять же, в том же порядке. Верхняя вена, верхушка первая бронха, дальше задняя артерия, лингулярная артерия и щели. Слева верхушка бронх, затем язычковая лингулярная артерия и щели. Что касается средней доли, те же самые три порта, но когда вы берете структуру вена, артерия, бронх, все через средний, вот этот средний разрез. И еще, когда вы делаете эти диссекции, я понимаю, что больше половины в этом зале – это начинающие, поэтому вы должны фокусироваться на безопасности. И смотрите, вы хотите обойти вену, но вы всегда должны думать, не просто думать о том, что делаете сейчас, думайте на шаг вперед. Думайте, где находятся бронхи, где находятся артерии. Это как шахматы, вы должны как бы предсказывать свой последующий ход. Средняя доля вена, бронх, артерии потом. И то же самое с лобоктомией нижней долей. Чтобы вы почувствовали, как это делается. Почему именно так? Уровень доказательности. У нас есть три уровня доказательности в серии исследований. В принципе, это когда человек говорит, я сделал столько-то таких операций, столько-то таких. Уильям Уокер, вы здесь видите. 11% конверсии у него было. И это очень важно. Многие серии, которые вы видите, не включают конверсии. И конверсии – это те случаи, когда могут быть сложные ситуации. Потом одномоментные техники, когда проводятся одномоментные цепли. Мы говорим, нужно сделать то, нужно сделать это, но в результате, что важно – это выживаемость и рецидивы. Мы говорим меньше болевой синдром, даже объективные какие-то вещи. Дайте мне, покажите мне, как вы измеряете этот болевой синдром. Когда я начинал работать, я убедил сам себя, вот намного меньше испытывают пациенты боль, и поэтому им лучше. Но потом я посмотрел на реальные данные. Разница-то оказалась не такая большая. Раб Макена, самая большая серия, 1100. Но дальше вам нужно сравнить это с другим уровнем. Это стандартные процедуры. Это так называемые исследования, случаи контроль. Посмотрите, 10, 20, 18, и сравниваются с открытой хирургией. Но так нельзя сравнивать. Группы абсолютно эквивалентны. В открытой группе у нас одинаковые практически опухоли. И более продвинутые стадии в открытой группе, более сложные случаи, если посмотреть внимательно. И задумайтесь, почему не такие хорошие результаты, потому что это открытая процедура, или потому что более сложные случаи. А теперь РКИ. Я убежден, что в хирургии мы проводим рандомизированные исследования, но при этом мы не всегда правильно сравниваем группы. Мы до сих пор не проводим для всех лобоктомии. Мы проводим сегмент эктомии, кленовидные резекции. Хотя данные еще в 90-е годы нам показали, что лобоктомия должна быть стандартом. Когда мы проводим лимфодиссекцию, и забор образцов из лимфоузлов показали, что результаты одинаковые, и все равно проводим лимфодиссекцию. Я могу вам точно говорить, что мы обычно делаем то, что мы считаем правильно. Если мы считаем, что лобоктомию, значит лобоктомия. Если сублобарная резекция считаем нужной, мы делаем это. Так вот, рандомизированные исследования хоть и проводятся, но, по крайней мере, в хирургии, в теракальной хирургии, они достаточно успешны, и уже начинается новая парадигма, которую мы в нашем институте исследуем. Но посмотрите на эти цифры. Очень трудно сделать вывод. Конечно, нужно проводить правильные РКИ. Как минимум, вам тогда нужно 385 пациентов, чтобы мощь исследования была 80%, и для того, чтобы продемонстрировать 10-процентную разницу выживаемости. Мы таких данных видели очень-очень мало. Если посмотреть на публикации, то практически ничего нет, чтобы доказывало, что ВАЗ лучше, чем открытая хирургия. Всё, что у нас есть, это то, как мы это ощущаем. 741 лабектомии мы сравнивали. Теракотомии, 343, 398 ВАЗ лабектомии. Я занимался ВАЗ лабектомией. И посмотрите, морбидность и мортальность, смертность были намного лучше. Но даже в случае рандомизированных исследований, смотрите, как я вам говорила, нам нужны вот такие количества. В результате, что мы обнаружили? Практически никакой разницы выживаемости. Одинаковое распределение по гистологическим результатам. Основная разница – это продолжительность в клинике, дни в клинике. 5,7 дней в случае открытой. Количество узлов, которые вы удаляете, зависит, как я уже говорил, не от методики, а от ваших усилий. Что касается конверсии, вот это, с моей точки зрения, важно. Посмотрите, 17% конверсии. Но если посмотреть все эти данные, смотрите, что нам не хватает. Это выживаемость. Что у нас не было? У нас не было серьезных осложнений. Например, с двусторонней лобоктомией. Двусторонняя лобоктомия. Когда мы опубликовали вторую публикацию, у нас тоже не было вот этих серьезных осложнений. И смотрите, очень хороший контроль, меньше осложнений, и поэтому результаты мы сказали, что у вас выглядит намного лучше. Что касается осложнений, вы видите из этой таблицы, что у вас меньше. Это соотношение рисков. Но в Сирии не все осложнения были репортированы. Но теперь вас и робот, вас и раз. Лучшая дистекция, 360 градусов у вас свободы движений. Обычно люди говорят, вот это старый робот. где-то 15 лет тому назад. И вот смотрите, диссекция, бронходиссекция. Когда я смотрю ретроспективно на эту работу, я пытаюсь понять, что же мне дал робот. и это никакое не чудо. Вот посмотрите, то же самое с артерией. Я работаю, как и при открытой хирургии при вас. Я не могу сказать, что робот дает мне что-то, что повышает эффективность мою. Таким образом, когда вот я смотрел на это, я понял, что раз вас открытая, можно делать так, как вы хотите. Чудес нет. Вам самое главное, надо смотреть на все данные, которые у вас есть. Вот это интересное исследование. Посмотрите также на цифры. 184 раз, 760 – это один случай вас, и 1187 открытых. Как вы думаете, почему так много открытой хирургии? Самые сложные – это могут быть пациенты с большим индексом массы тела, небольшого роста, при этом большой вес. Когда мы показываем наше видео, мы обычно показываем лучшие случаи. То есть, это есть такая предвзятость с точки зрения нашего отбора видео, и по вас, и по рас, и по роликам. Когда вы показываете свои ролики, хирурги в аудитории должны быть просто потрясены. Все выглядит так просто, но вы же знаете, что это не единственное. В реальной жизни, в реальной хирургии, у вас могут встретиться очень сложные случаи с серьезными последствиями. И если у нас есть пациент, который может прямо умереть на руках или на столе, вы тоже должны об этом помнить. И, как вы видите, был проведен анализ. и здесь очень хорошо выглядит все с точки зрения по группировке пациентам. Это был проведен анализ по предрасположенности и в каких случаях больше использовались раз больше вас. Я написал письмо в журнал и поднял все вопросы, которые меня волновали в этом отношении. Почему я это сделал? Потому что мы знаем, что в случае раз, в случае вас пациенты, конечно, страдают. Были случаи, когда пациенты умирали во время раз, но мы об этом не слышим. 62 миллиона долларов. И почему он получает так много людей, которые используются в роботах? Как вы думаете, это очень дорогая процедура, но как вы думаете, почему так много людей используют роботы? Потому что их промотирует компания, компания очень с большим оборотом, и которая стремится к еще большему обороту. Она продвигает эту технику, она продвигает эти решения. Но этого мы в литературе и в публикациях вообще не видим. Да, мы все время слышим, это лучше, меньше осложнений. И я должен признаться, что я в этом виноват тоже, потому что вначале и я продвигал эту технологию. Я говорил, потрясающие лучшие результаты. Потом мы опубликовали вот эту статью. Мы обнаружили после уже первых двух статей, в которых говорилось, что у вас прекрасная технология, но потом я начал слышать о разных случаях осложнений, и я подумал, как же так, почему мы не представляем эти данные. И я стал заниматься вот этими осложнениями, и увидел, что очень много было катастрофических осложнений во время операции. Не то, чтобы хирурги стараются прятать какие-то, скрывать вещи, но у нас есть, конечно, наше хирургическое эго так уязвимо, но именно это не дает нам двигаться вперед, прогрессировать, лучше заботиться о пациентах. И я нашел вот эти 13 случаев осложнений, и это были немаленькие осложнения. Три пациента потребовалась иммуноэктомия, пневмонэктомия, были поражения дыхательных путей, и спинэктомия понадобилась также одному пациенту спинэктомия. Но я решил тогда написать вот эту статью, нужно ли проводить ватсо-лабэктомию у 100 пациентов, если вы будете знать, что, например, один или два пациента закончат пневмонэктомию. Нужно ли вот эти 100 пациентов подвергать риску? Конечно, я не могу гарантировать, сколько пациентов закончат с пневмонэктомией. Я, конечно, уже не молодой хирург, но когда я был молодым, я продвигал эту технологию по нескольким причинам. Я промотировал себя, я фактически такой пиар своего имени проводил. Так вот, пневмонэктомию для кого я проводил, для пациентов или для себя, если такое осложнение было. А с новыми методиками, с роботоассистируемыми технологиями, мы должны понять, более ли эффективно по затратам эти технологии. Доктор Парк сравнивал ВАЦ с рацией открытой хирургией, и посмотрите, ВАЦ оказалась самая дешевая, РАЦ самая дорогостоящая. И я все равно не понимаю, откуда вот эти данные взяты были. Четыре дня, смотрите, РАЦ самая дорогостоящая. То есть, если мы продвигаем робот, мы добавляем время и добавляем денег. Что касается процедуры, вы будете все равно все примерно одинаково делать, как вы обычно делаете. Но все равно найдутся люди, которые будут говорить о степенях свободы, 360 градусов движений. здесь вы видите качество жизни. Если посмотреть на ментальные и физические компоненты, посмотрите, что касается боли, практически не было разницы, долгосрочный болевой синдром тоже практически нет разницы. так вот, как лучше объяснить, почему ВАЦ, а не открытое? Что это? Косметические преимущества, но через год, даже через полгода они выглядят уже примерно одинаково. Я придерживаюсь ВАЦ, я знаю, но мы должны все-таки реалистично подходить, мы должны пытаться ответить на вопрос, почему мы проводим ту технику, а не другую. ВАЦ и РАЦ действительно лучше, чем теракотомия? Теракотомия улучшилась ли она за последние годы? И почему мы все-таки придерживаемся других методов? И самое главное, вы должны обеспечивать безопасность. Можете ли вы проводить ВАЦ? Да. Можете ли вы проводить РАЦ? Да. Может сверху, может снизу. Вы можете в желчный пузырь через вагину зайти, но зачем? Вы должны объяснить, почему и зачем вы это делаете. Безопасность это самое главное. Вот мой последний посыл таков. В последний месяц одна, даже две статьи появились в Нью-Йорк Таймсе и Вин-Вин-Джонал. РКИ проводились по цервикальному раку. Проводилось хирургическое вмешательство. 360 пациентов в каждую группу рандомизировались. И минимально инвазивная группа лапароскопическая и роботосетированная имели худшую общую выживаемость и более высокий уровень рецидивов. И FDA сейчас пытается выступить с месседжем, что раса не дает нам ничего дополнительного. И некоторые процедуры по цервикальному раку сейчас проводят не с помощью роботоассистируемых процедур. мы все здесь на этом курсе. Мы не просто практики, мы еще и ученые, мы должны рассматривать вот эти данные, которые появляются в литературе. И поэтому мы всегда должны как бы проверять себя. Конечно, у нас есть еще и контролирующие органы, которые нас проверяют, но мы должны быть самым главным мерилом безопасности нашей работы. Прослушать эту лекцию, я думаю, всем было понятно, о чем говорил Рая Флорес. И я хочу тоже подтвердить, я так думаю, что у всех это и на языке, и в душе, что все-таки это вне зависимости от подходов, самое главное для вообще в операции должна быть безопасность для пациента. Если это сопряжено с высокими рисками осложнений интрооперационных либо послеоперационных, то, конечно, это должно взвешиваться в десятки раз. лекции. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...